Вятская Кикимора сегодня проснулась. Утром в первый день весны в Заречном парке за этим уже традиционным явлением наблюдали десятки детей. Юные кировчане приехали сюда специально, чтобы увидеть, с какой ноги встанет зеленая хозяйка Вятских болот. По легенде, если с левой, то лево будет, то лето будет мокрым и неурожайным, а если с правой, то теплым и солнечным. Какая нога в итоге первой коснулась земли, что приготовила для гостей Кикимора Вятская, узнала Ирина Сырцева. Не просто гости, а очень важные и долгожданные. Первыми узнать прогноз на это лето смогли воспитанники детских домов области. Десятки ребят всех возрастов дошли до территории Заречного парка настоящим шествием. А там их уже ждали хозяева праздника – Дымковская барня и Кащей Бессмертный. Правда, не все с радостью. Новый год прошел, масленица прошла. Че надо-то? Че бы мы наехали? Но так, который все и понаехали, спала и никак не могла проснуться, как ее не старались разбудить. Эй, зелененький! Ты с огоньком, парень, иди сюда! Че-нибудь скажи, на ушко шипни, давай, зелененький, верю в тебя. Шипучий какой! Только после того, как змей Горыныч пошипел, соловей-разбойник посвистел, а дети ему помогли, Кикимора наконец-то проснулась и опустила ногу. Ой, главное, носок-то не дырявый в этом году. Хорошо! По легенде, если нога правая, значит лето в этом году будет теплым. Хотя именно сегодня развлекаться болотная красавица собиралась по-зимнему. Еще чуть-чуть хочется покататься и позорничать. Вот чуть-чуть, немножечко. А я вам сейчас помогу, помогу! Давай! И раз! И раз! И раз! Два! Раз! И раз! Давай, давай, мальчишки! Давай, десенки, мальчишки! Ох, какие сильные! Даже Кикимору перетягивают! Не только перетягивание каната, но и рыцарские бои подушками, катание на качелях и банане, прицепленном к снегоходу. Очень интересно, мне кажется, для детей самое лучшее. Да. Каши и калку. Ну а самое главное – общение со сказочными персонажами, во время которого даже самые взрослые чувствовали себя немножко детьми. Ирина Сырцева, Николай Шахарбеев, Бюро новостей Дайвича.